Добрый вечер. Слушаю вас. Владимир Владимирович, в первую очередь мы находимся в Монголии, поэтому вы можете перенесоваться по итогам визита и удалось ли преодолеть именцию торгово-экономических отношений? Действительно, мы говорили много сегодня о торгово-экономических связях, хотя вы знаете, что визит был посвящен другой теме 75-летию – сражение на Холхенголе. Это наше большое большое событие. Но нельзя было не воспользоваться этой встречей, чтобы не поговорить о всём комплексе наших отношений. Мы так и сделали, и я уже говорил в ходе работы сегодняшней, и хорошо поработали наши коллеги, представители различных министерств, ведомств, компаний. По основным направлениям нашего взаимодействия имеется в виду транспорт. Это очень важно и для Монголии, и для нас – увеличивать транзитный потенциал этой страны. Она расположена между Россией и Китаем. Мы крупные торгово-экономические партнёры. У нас объём торговли с Китаем 64 миллиардов будет в этом году, поэтому транспортные возможности Монголии могут и должны быть использованы в большей степени, чем сегодня. У нас металлургическая промышленность уже с советских времён нам досталась и развивается активно. Но есть и проблемы очевидные. Они заключаются в том, что у нас большой дисбаланс в торговле образовался. В этой связи мы и сами работаем сейчас над расширением поставок продовольствия в Россию, но это тот случай, когда нас и партнёры просят это сделать. Есть определённые ограничения, которые были введены раньше по поставкам животноводческой продукции. Мы договорились о том, что правительство Российской Федерации проработает вопросы снятия этих ограничений, особенно связанных с квотами в поставках мяса. Итак, транспорт, металлургическая промышленность, инфраструктура, сельское хозяйство. В общем, по всем этим направлениям мы поговорили достаточно подробно. Есть конкретный план действий, который ещё пока не положен на бумагу, нам нужно в ближайшее время завершить эту работу. И продолжаются инвестиции, но совершенно очевидно, что их недостаточно пока. Это отдельное направление нашего взаимодействия, инвестиционная работа. И здесь тоже перспективы есть, и они хорошие. Так что я в целом удовлетворён результатами нашей сегодняшней работы. — Господин Иванович, сегодня поднялся ваш телефон на вопрос в сторону Порошенко. Сначала «Останинская сторона» сообщила о том, что мы договорились о по прекращении огня, но, естественно, потом последовали пояснения, что речь идёт о конкретных шагах для урегулирования в своей ситуации, что понятно, Да, действительно, сегодня утром мы говорили по телефону с президентом Порошенко, и наши взгляды, во всяком случае, так мне показалось, на пути урегулирования конфликта очень близки, как говорят дипломаты. Я вот по дороге сюда, из Благовещенска в Улан-Батор, в самолёте, прямо набросал некоторые соображения, можно сказать, некоторый такой план действий, он у меня, правда, от руки пока изложен. Есть ли кто-то? Если интересно, я могу вас познакомить. В целях прекращения кровопролития и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины считаю, что противоборствующие стороны должны незамедлительно согласовать и скоординированно осуществить следующие действия. Первое. Прекратить активные наступательные операции вооружённых сил, вооружённых формирований, ополчения юго-востока Украины на Донецком и Луганском управлениях. Второе. Отвести вооружённые подразделения силовых структур Украины на расстояния, исключающие возможность обстрела населённых пунктов, артиллерии и всеми видами систем залпового оборудования. Третье. Предусмотреть осуществление полноценного и объективного международного контроля за соблюдением условий прекращения армии и мониторингом обстановки в создаваемой таким образом зоне безопасности. Четвёртое. Исключить применение боевой авиации против мирных граждан и населённых пунктов в зоне контроля. Далее. Организовать обмен насильственно удерживаемых лиц по форме всех на всех без каких-либо предварительных условий. Шестое. Открыть гуманитарные коридоры для передвижения беженцев и доставки гуманитарных грузов в города и другие населённые пункты Донбасса, Донецкую и Луганскую область. И, наконец, седьмое. Обеспечить возможность направления в пострадавшие населённые пункты Донбасса ремонтных бригад для восстановления разрушенных объектов социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Оказание помощи им в подготовке к земле. Окончательные договорённости, полагаю, между властями Киева и Юго-Востоком Украины могли бы быть достигнуты и закреплены в ходе намеченной встречи контактной группы 5 сентября этого года. Хотел бы ответить, что всё, что было сказано и вот это заявление, оно сделано в развитии сегодняшнего телефонного разговора, о котором мы спросили президента Порошенко. Я очень рассчитываю, что руководство Украины поддержит наметившийся прогресс в двухсторонних отношениях и использует позитив в работе контактной группы для окончательного и всестороннего урегулирования ситуации на Юго-Востоке. Украина, разумеется, при полном и безусловном обеспечении законных прав людей, которые там проживают. Вот, пожалуй, и всё. Добавил Иванович, спасибо большое.